К уборке зерновых культур агрария района приступили одними из первых в регионе. Оперативными темпами они собрали выращенный урожай озимого ячменя, урожайность которого оценивается как выше среднего. Чтобы получить достойный урожай, фермеры района проделали большую работу. В хозяйствах своевременно засеяли поля прошлой осенью, внесли достаточное количество минеральных удобрений, провели необходимые защитные мероприятия. Этому благоприятствовали и погодно-климатические условия. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители приступили к добыче хлебного золота, пшеницы. В районе полным ходом идет уборочная страда. Приступили фермерское хозяйство к уборке ячменя в конце июня. Оптимальные сроки для уборки ячменя. На сегодняшний день убрана ячмень на площади 1580 гектаров. Это мы закрыли полностью 100%. Средняя урожайность ячменя показала больше, чем в прошлом году, практически на 4-5 центнеров. Составила 53 центнеров с гектара ячмень на сегодняшний день. Также в районе полностью завершили уборку озимого рапса. В этом году площадь занимала озимого рапса 2100 гектаров. Тоже больше, чем в прошлом году, уборочная площадь составила. И средняя урожайность по сравнению с прошлым годом у нас в этом году добавилась на 7 центнеров. То есть средняя урожайность озимого рапса в этом году составила 25,8 центнеров с гектаров. Сельхозавопроизводители района приступили к уборке озимой пшеницы. Значит, на сегодняшний день убрано порядка 2000 гектаров. Сейчас все сельские поселения задействованы уборкой озимой пшеницы. Работает около 90 единиц уборочной техники на сегодняшний день. Также принимают участие на вывоз зерна поля ток. Значит, около 200 единиц уборочной машин и сельхозтехники. Средняя урожайность на сегодняшний день составляет озимой пшеницы 56-57 центнеров. Это тоже неплохая, очень хорошая урожайность по сравнению с прошлым годом. Тоже тут больше, чем в прошлом году мы убираем. В целом, если по уборке отметить, то в этом году уборочная страда идет без никаких погодных катаклизм. Фемеры были подготовлены 100% к уборке. Вся уборочная техника была подготовлена к уборке. Тоже хочу отметить, что крупные фемеры, у кого уборочные комбайны, они тоже помогают и мелким фемерам. Практически мы со стороны не привлекаем уборочную технику в этом году. Единственная у нас небольшая проблема была в уборке ячменя и рапса. У нас одновременно они убирались, тоже связаны с погодными условиями. Да, нехватка у нас была в уборочную технику, но мы из этой проблемы вышли. На сегодняшний день у нас ячмень и рапс без потерь полностью убраны на 100%. Кого можешь отметить здесь фемерских хозяйств и лидеров по урожайности? Значит, по уборке ячменя хочу отметить, это крестьянско-фемерское хозяйство Зехов, где по кругу, значит, на уборке ячменя они взяли урожайность 65 центнеров. Сейчас у них тоже около 60 центнеров идет уборка пшеницы. Также хочу отметить Кушнаренко Алексея Тимофеевича, Требовское сельское поселение. Хочу отметить Ахтинчуков, Требовское сельское поселение, Волинское сельское поселение, Дученко, Сотников, Хаджирокова, Скорби. У них у всех высокие урожаи. И многие, и многие там, и Дмитриевское сельское поселение, Тутарышев, Цуканово, Величко. У них тоже высокие урожаи. Не хочется никого в стране оставлять, потому что в этом году практически они были отработаны на 100% и практически у всех они высокие урожаи. Хочу отметить, что в этом году и погодные условия соответствовали, также наши эфемеры. Каждый год они более успешные, более работают с наукой. Мы в течение года выезжаем на совещания, в Краснодар мы не разу выезжали, выезжаем также на все совещания, где выступают ученые, где показывают свои опыты. И мы к этим опытам, постоянно наши эфемеры, с этим опытом работают, работают и достигают высоких результатов. Значит, при хороших погодных условиях, конечно, все зависит от погодных условий, уборка, при наличии такой техники, мы планируем завершить в течение двух недель полностью уборку урожая по району. Хочу отметить еще, что наши эфемеры ежегодно приобретают высокоэффективную уборочную технику. В этом году тоже было приобретено три единицы высокоэффективных комбайнов. Это как бы каждый год у нас обновляется парк уборочной техники. Так что ко всему готовы, да. Как выше отметил начальник управления сельского хозяйства района, к уборке главной сельхозкультуры подключились практически все фермерские хозяйства. Сегодня мы побывали на 120-гектарном поле озимой пшеницы успешного фермера Кашхабского сельского поселения Амина Бзасежева. За один день здесь убрано 50 гектаров. Урожайность примерно достигает 55 центнеров с каждого круга, что значительно выше прошлогоднего. На поле работает два наемных комбайна марки «Акрос». Соблюдается и требование пожарной безопасности. Всего фермеру предстоит убрать 140 гектаров озимой пшеницы. Планирует он завершить до конца выходных.